Шестилетний Дима умеет писать, читать и грезит о необычной профессии палеонтолога. В какой школе он будет закладывать фундамент знаний для будущих научных открытий, родители мальчика определились. В 70-е и к дому близко расположено и с будущими одноклассниками Дима уже подружился. Он уже ходит подготовительный, он уже освоился в этой школе, привык к учительнице. Я с ним разговаривала, говорю, может другую школу, но он не хочет, мы здесь останемся. Вроде так мы пообщались с родителями, они хотят оставить своих детей здесь. В этом году запись детей в первые классы будет проходить через интернет. Подать заявление родители смогут только в одну школу. Пошаговые инструкции, как заполнять электронную форму, есть на сайтах школ и городского департамента образования. К тому же во всех школах Самары сейчас проводят организационные собрания для мам и пап будущих первоклассник. Если же новый электронный подход к записи все же оставит вопросы, родители могут просто прийти в школу, где специалисты помогут отправить заявку. Еще одно новшество – прием документов в этом году стартует в конце января. А зачисление в школы пройдет в две волны. До 30 июня будут сформированы классы из детей, живущих рядом с той или иной школой. А с 1 июля до 5 сентября будут зачислять первоклассник, которые школу выбрали не по территориальному критерию. Такой ранний набор, во-первых, позволит сдвинуть и сроки так называемой второй волны. Она тоже начнется раньше. У меня совет родителям, тем, которые не попали, например, в первую волну, постоянно отслеживать сайты образовательных учреждений, куда они хотели бы, например, попасть во вторую волну. И на сайтах обычно, ну не обычно, а в обязательном порядке будет объявление о второй волне. Через 7 дней после приема документов руководство школы издает приказ о зачислении ребенка. В Самаре прием заявок стартует в 9 часов 30 января. Электронная система, обещают, должна выдержать шквал заявок. А пока потренироваться в заполнении родители могут на тестовом сайте. А вопросы задать по телефонам горячей линии Департамента образования. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.